На Рафаминское шоссе, дом 8. Современная кирпичная девятиэтажка. Сюда перед тем, как встретиться с ребятами, приехали сотрудники районной администрации во главе с Татьяной Одинцовой. Согласно федеральному закону, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, должны получить жилье площадью не менее 30 квадратных метров. Нашим ребятам повезло, у них 37 квадратов. В квартирах сделан качественный ремонт, имеется вся необходимая мебель и бытовая техника. Посмотрите, какие красивые чайники подарили. Микроволновки, утюги есть. Все продумано. Все подключено. И вода течет. Каждая квартира обошлась в 3 миллиона 700 тысяч рублей. Деньги перечислила область. До конца года еще семеро детей, оставшихся без попечения родителей, выросших и достигших совершеннолетия, получат такие же однокомнатные квартиры. Это только в новостройках. Это рекомендация и правительства Московской области. Ну и мы стараемся это соблюдать. То есть нет торичный рынок, а только новостройки. Здесь тоже люстра есть, мебель необходимая. Все такое оригинальное, энергосберегающее. Рита, Дима и Никита встречали гостей в Кубинской администрации. Юные, нарядные, со счастливыми глазами. Они уже побывали в своих квартирах и остались ими очень довольны. Еще бы. Первая собственность и уже 18 лет. Ровесники могут только позавидовать. В твоя очередь наступила получить первый раз в жизни вот такие серьезные ключи. Это не поле чудес. Это поле Одинцовского района и Московской области. Поэтому вместе с этими ключами, Дим, тебе вручается серьезный документ. Договор. В этом договоре все прописано. Но самое главное, что ты там главный хозяин. А дальше были слова благодарности от новоселов за подаренную путевку в жизнь. Хотела бы сказать спасибо, конечно, главе Одинцовского района Андрею Робертовичу Иванову, опеке за то, что они все время помогали, давали какие-то советы. И, конечно, своей бабушке Карповой Ларисе Андреевне. Я очень благодарна за то, что в такое сложное время есть надежда, что дети, которые обделены чем-то, родительской заботой, получают вот такие вот подарки. В течение ближайших пяти лет Дима, Рита и Никита будут жить по договору найма. Это значит, что ни поменять, ни продать квартиру новоселы не смогут. А вот после того, как пройдет этот срок, специальная комиссия определит, на каких условиях метры будут закреплены за хозяином. В районной опеке считают, что такая схема получения жилья поможет ребятам не стать жертвами мошенников. Каждому ребенку будет установлено постинтернатное сопровождение. Это будет взрослый человек, которого выберет сам молодой человек, ну и который будет навещать его дома, помогать ему тратить те бюджетные средства, которые у него есть. И подсказывать, когда нужно заплатить за квартиру, когда нужно, может быть, даже там и прибрать что-то. Потому что, конечно, вы видите, какие они молодые, да, свежие, они еще многого не понимают. Анна Макарова, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.